Партнер этого выпуска – карточная игра для пар. Войди аккуратно. Всем привет! Вы слушаете подкаст с интригующим названием «Ребята, мы потрахались». В студии Дашка. Здрасте. И Сашка. Вот. Всем приветики. Ну что, рассказывай, как у тебя дела, Даша? Наслаждаюсь погодой. Вот. Сейчас в Краснодаре тепло, я снова хожу в футболочках, кайфую. Вот. Пью кофе. Вот у меня с собой даже кофе, да. Ем круассаны, сплю сколько хочу и кайфую. Вот так у меня дела. А я решил украсть твою личность, вот. И теперь я начинаю этот подкаст. И про как дела я скажу, блин, как же меня все задолбали, блин. Эти дураки дурацкие, то на дороге, то еще где-то, то там соседи какие-нибудь шумные. Вот это все. Ты же в курсе, что если ты украл мою личность, то ты крадешь и мой кредит на участок, который я плачу. Не-не-не-не-не-не. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да, ребята, мы потрахались, все как обычно. В принципе, дела. Да, по-моему, вот как вот озвучили, так и дела. Да-да-да, что там, письма, присылайте на почту. Да, почта в описании выпуска. Ой, мне кажется, если... Вы знаешь, еще выпусков через сто, может, двести. Мы сойдем самоокончательно? Нет, у нас будет привет, это РМП, письма, почта, ссылка. Пошли. Я думаю, так и надо И просто даже письма уже читать не будем Мы просто такие, грустишь, не грусти, сходи к психологу Не плачь Напиши список, люби себя Причем мы, знаешь, просто уже запишем Стандартные наши фразы И на монтаже, мы даже записываться не будем Просто Леня на монтаже будет вклеивать Нет, уже будет нейросеть уметь Она сейчас, по-моему, уже умеет Просто переделывать все вот частушки Отлично Так вот, письма Привет-привет Обожаю ваш подкаст и уже подсадила всех знакомых Не думала, что сама когда-нибудь Буду вам писать, но вот приехали Добро пожаловать Мы с моим парнем находимся в отношениях На расстоянии, оба в Европе Но за тысячу километров друг от друга Европа такая большая Прикинь Мне 25, ему 30 Придумайте экзотичные имена Федор и Ярослава Да это не экзотичные имена Для Европы экзотичные Да что там экзотичного, господи Ну, с другой стороны Ну хорошо, твои варианты какие Ага Значит, Федор и Ярослава Читай письмо дальше Выпендрежница Мы познакомились во время учебы в магистратуре В терапии Какие все осознанные стали Нам скоро вообще Смотри, какие взрослые люди Когда мы начали встречаться, я была уверена, что к декабрю этого года Как только закончатся наши стажировки, мы съедемся Мы договорились, что в мою страну переедет именно он Так как я не могу никуда уехать из-за сложностей с визой Поэтому он активно искал работу поближе ко мне При этом последние три месяца Выражая недовольство своей нынешней работой в своей стране Мы ежедневно обсуждали наше совместное будущее И то, как мы будем праздновать Рождество в нашей квартире Оуу Миленько Каждый раз, когда я упоминала о наших планах жить вместе Он с энтузиазмом отвечал Да, я тоже об этом думаю и очень хочу Мне казалось, что это естественное развитие наших отношений И я полностью верила в это Этих обсуждений и его позитивных реакций мне вполне хватало для уверенности Однако несколько дней назад я начала испытывать беспокойство Так как переезд уже как бы скоро А я не получала до сих пор от него никакой информации О возможностях релокации, интервью и тому подобное При этом он упоминал, что его нынешний босс предложил продлить контракт И ему нравятся новые предложенные проекты Это побудило меня напрямую поинтересоваться нашим будущим И вообще тем, что происходит Так как я начала серьезно тревожиться Ох уж этот босс, да, сучка Решил увезти Прям вообще Тварь Из его ответов о том, какие крутые будут новые проекты в его нынешней стране Мне стало ясно, что он уже не уверен в желании переезжать ко мне И искать новую позицию, которую, оказывается, он, в общем-то, активно и не искал Сюрприз, 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 сюрприз Ну, мемы Спасибо На мой вопрос о том, как же тогда все разговоры о переезде к декабрю Он ответил, что никогда и не говорил прямо, что намерен переехать так скоро Ой, ой, мастер переобувания в воздухе Я просто оцепенела Это заставило меня задуматься о цели наших отношений на расстоянии Его предложение продолжать летать друг к другу не кажется мне жизнеспособным путем развития наших отношений Это тяжело Так как я не вижу в этом возможности какого-то существенного прогресса Ну, прогресс, трат, наверное, будет происходить Я была в отношениях на расстоянии до этого и знаю, где набиваются шишки Я высказала ему свои опасения, но он промолчал, видимо, осмысливал Тогда я спросила о наших дальнейших шагах О совместном проживании и стабильности в отношениях Он согласился, что это важно, но каких-то вариантов, чтобы поддержать и успокоить меня, не предложил Продолжив молчать Далее я поинтересовалась, как он представляет себе серьезные отношения и чем они в его понимании заканчиваются Я спросила его, рассматривал ли он когда-нибудь возможность того, что мы станем семьей После ужасно противной паузы он ответил Мне приходило это в голову, но ты знаешь, это большой вопрос, чтобы поднимать его сейчас Я объяснила, что все это взаимосвязано, и именно поэтому я об этом упомянула Его затянувшиеся молчания и нерешительный ответ оставили во мне обиду и разочарование Мы часто обсуждали свадьбы и детей Свадьбы? Свадьбы? Ну да Неодно Так как многие наши друзья сейчас находятся в этом периоде Он всегда говорил, что хочет семью и знает, что и я этого хочу в скором будущем Поэтому его неуверенность, отсутствие прямого ответа и уход от темы стали для меня шоком, сильно разочаровав Мне показалось, что его намерения не так серьезны, как мне всегда ощущалось Теперь я в растерянности, как дальше строить наши отношения и для чего тогда вообще нужно это ожидание на расстоянии Я не хочу его терять, но чувствую большую обиду Дашка и Сашка, буду рада услышать ваше мнение о том, как двигаться дальше в подобной ситуации Не издевайтесь сильно над нашей парой Хорошо Спасибо, обняла вы котятки Итак, прожарка пары Ярославы и как там Федора Так ей 25, ему 30 Ему 30 Ну уже пора дитя зачинать В такие-то года Ой, блин А они все по магистратурам вот это Что-то там Что вы там мучите? Все уже знаете Извините Это шутка Классическая ситуация, где парень падает на мороз Так Это прям Эль классико Эль классико Да, да, да Это прям по энциклопедии Вот Вбиваешь там в интернете Как падать на мороз И там это письмо, мне кажется, будет Потому что он четко падает на мороз По инструкции прям, да? Да, он не дает четкого ответа вообще Он просто вкидывает какие-то мысли вокруг Знаешь? Что-то, ну вот и работа, ну и да, и там что-то это Ну не знаю, короче, ну ответа не будет Ну я понимаю девушку, это капец как обидно Но получается, что она уже такая Ты-ты-ты-ты-ты Построила все планы там на 5 лет вперед Что они будут делать, где они будут жить Что там, куда свадьба, дети или что Ну то есть прикидывает, да, уже А он живет в моменте, ну как бы сейчас Он так далеко не заходит в своем планировании И они еще полгода вместе Причем на расстоянии Ну и я немного могу даже понять парня Ну то есть через полгода После отношений на расстоянии Переехать в другую страну к девушке Поменять работу Ну типа все, сделать такой большой шаг Довольно сложно Конечно Кто-то готов, да, там сорваться, не знаю Все поменять А он чувак, которому 30 лет Возможно у него уже, знаешь, такие вот Мировоззрения такое более взрослое То есть уже он не тот вот этот вот сумасбродный юноша Который я ради любви Я сбежал из дома, чтобы убежать ради любви Вот это вот все Ну да, я там найду работу Я буду работать кем угодно Лишь бы быть с тобой И там строить наше будущее Очень прикольно и романтично звучит Но реальность сурова и жестока И нам всем нужна реальная работа С вот этим всем Вот мы с тобой сейчас в поисках каких-то еще работ И я вам скажу, непросто Очень даже непросто Мы перед подкастом уже друг к другу паныли на этот счет Да, паныли Вот высказались у обоих одинаковая ситуация Что что-то как-то не ищется, ничего Да, поплакали, покакали Да, и пошли дальше Да Так вот Я могу понять его Еще понимаешь, они же вот полгода не вместе Вот прям вместе Ну находятся, да, где-то вот физически рядом Это еще и на расстоянии То есть Да, вот беда отношений на расстоянии в том, что Вы же все равно И девушка, и парень Они привязаны к своим местам То есть он привязан там работой Не знаю, там друзьями И она точно так же То есть я думаю, что она может представить себе Переезд к нему И поймет, что это достаточно тяжело Ты тут все бросаешь Едешь туда, где ты знаешь одного человека Ну да, я бы вот тоже Если бы у меня была такая перспектива Переезжать к парню куда-то в другую страну Где я никого не знаю И непонятно, что с работы Ну и мы как бы полгода вместе на расстоянии Для меня бы это не было, наверное, прям суперзаманчивой перспективой Да, и это вроде бы как У всех по-разному, конечно Я выскажу просто свое мнение Чуть-чуть рановато, как бы, знаешь Но вы полгода всего вместе И вы уже вот типа Все, мы вот Ячейка общества Мы одно целое Я не осуждаю Вот Лишь бы моя девушка это не послушала Все Так вот Плюс у них из-за того, что отношения на расстоянии Они чуть-чуть, знаешь, замедлены У них меньше Общения Касаний каких-то Касаний, да Вот они Социальные касания Это же тоже очень важно В развитии отношений Вот когда вы друг к другу приезжаете Там на выходные условно Вы уже, так знаешь Чуть-чуть тестируете бытовые условия жизни С этим человеком И всякое такое С ночевкой там Кто-то у кого-то остается Да, да, да Вот это вот Постепенный перевоз вещей Да, да, да Ну, и этого сейчас у них нет И это, ну Негативно сказывается, наверное, на отношениях Ну, да, мне кажется, что Переезд прям сразу там Что-то это Какой-то супер Ну, что ли, радикальный шаг Какой-то вот он резкий А с другой стороны А что тогда, если не это? Ну, что, дальше съезжаться там где-то Ну, в смысле Друг к другу приезжать Как он предложил Как будто бы тоже так себе история Это просто тяжело Ну, вот я так сказала сейчас Вот первая половина подкаста Что вот, да, я понимаю парня Что он не готов к этой теме Что рано там, да Мы сказали все вот это вот Но вот если ставить себя На место девушки, да, нашей слушательницы То, как бы, во-первых, да, это неприятно То есть ты, получается, вроде говорил Давал какие-то надежды Что сейчас мы все, да, заканчиваем Съезжаемся, тоси-боси, лясем-трясем Как говорится, да Вот это, конечно, серьезные научные термины Ну, ты, ну, даешь надежды И я там что-то планирую И резко ты сливаешься Во-первых, я расстроена, я зла И другой момент еще Я как это понимаю? Если человек хочет, он сделает Или будет пытаться делать Искать возможности, да Что-то как-то Как бы шуршать, как говорится Опять научные термины, блин Ты что, на курсы психологии ходила? Ну, очевидно, что он не хочет Вот и все Ну, это так вот кажется на самом деле Мы, опять же, ну, из письма-то всего не знаем Вот, что у него в голове происходит в этот момент Возможно, всякое Возможно, он не уверен пока что, может, знаешь В серьезности этих отношений Что, ну, на самом деле нормально Да, никто не спорит, что нормально Но можно об этом сказать А не тянуть там до последнего Когда она, знаешь, начинает уже нервничать Не понимает, чувствует, да Какой-то подвох, что что-то не так То есть, ну, вся проблема не в том Что он не может переехать И там, так далее И она к нему А в отсутствии какой-то коммуникации Ну, он просто замалчивает Да, он что-то, что-то вот не Не говорит Не говорит свои настоящие мысли Поэтому он говорит, ну, там, что-то там Посмотрим Не, ну, он высказал, в принципе Просто когда она из него это все вытащила Он сказал, что Я не уверен, что это вопрос Который нужно поднимать сейчас Она что-то там спрашивала Ну, там, семья, не семья То-си-боси опять Лясем-трясем, как говорится Вот А он, ну, в принципе, логичный ответ Это не тот вопрос Который стоит, наверное, сейчас поднимать Вы полгода вместе на расстоянии Он может действительно Ну, он не уверен, что он может Хочет там с вами семью Или не с вами Или еще что-то Ну, то есть И это, поймите, это не плохо Это нормально Нормально думать об этом Нормально думать так Мы все в начале отношений Если нет, знаешь, вот этой розовых очков Идеализации и всего на свете Мы все задаем себе вопрос Тот ли этот человек? Мы задумываемся над этим И это абсолютно нормально Короче, я думаю так Что девушка несколько торопит события Есть такое ощущение Обсуждая там семью, детей И все вот это вот Ну, вот если мы учитываем В какой стадии отношения их А он не уверен Падает на мороз Что-то не договаривает Потому что он давление чувствует Да, давление И он, видимо, не может сказать То, что у него в голове Потому что, возможно, это ее обидит Или еще что-то Только она и обиделась Ну, в итоге, да Причем обида Это довольно детское чувство Надо сказать Обида Обида Взрослый человек, он, не знаю Разозлится, он расстроится Ну, не, обиду чувствовать нормально Ну, это... Дети обижаются Но нужно с этим Взрослый человек с этой обидой Что-то делает, знаешь Он просто ее как-то переводит во что-то Короче, я думаю, что ему комфортно В отношениях так, как сейчас происходит Ему комфортно кататься друг к другу Что никто не давит вроде Обязательства не давит Но вроде как бы и девушка есть С которой он может и поговорить Обо всем на свете И приятно время провести И секс у них будет Там, и все Но при этом он еще и Самореализуется Там что-то делает свое Да, это же важно Тоже очень важно Ну и вот, и что делать? Я думаю, что Прямо говорить здесь о том Что, ой, все Нет у вас будущего Жопа Наверное, рано? Да, да Тут пока еще ничего Ну, прям страшного не произошло Да, произошла какая-то вот Дискоммуникация И какое-то недопонимание И он что-то вот как-то Ну, там, это Ну, посмотрим Вот эти, знаешь, стандартные мужские ответы Я думаю, что не стоит напирать на него Насчет переезда И планирования Там, семья, не семья Что у нас будет К чему это идет Быстро нужно Это план на пять лет расписать Попробуйте немножечко Отпустить ситуацию Ну, вот Просто покайфовать от отношений В том виде, в котором они есть сейчас Да Получать от этого удовольствие Я понимаю, что Вот вы говорите Ездить друг к другу Это никаким развитием Никакого прогресса Да подождите вы еще Мне кажется, что Нужно дать время этим отношениям И так или иначе Вы придете к вот этой точке Когда Когда вам будет прям все понятно Да И вы там увидите из этой точки Стоит ли, в принципе, ожидать прогресса Может быть, он скажет Я вот, сейчас я готов Там, не знаю Или у меня тут с проектами Офигенно классно Давай мы будем искать возможности Твоего переезда сюда Порешаем мы все эти проблемы с визой Мы найдем способы Там, что-то, что-то И будет решаться в эту сторону вопрос Или, может, вообще ничего не поменяется Вы поймете, что Нет Человек просто говорит Что он, да, готов Или еще что-то Но делать при этом ничего не делает И вам с ним Как бы делать нечего Может, вы поймете Это через следующие полгода отношений Например Ну, так Ну, да Да, я соглашусь Пока рано делать Вот какие-то категоричные Умозаключения По типу Да или нет Посмотрите Понаблюдайте Постарайтесь Вот Даша правильно сказала Получить Удовольствие от этих отношений Вот в том формате В котором они сейчас есть Ничего-то, по сути, плохого не произошло Ну, да Ну, просто планы немного поменялись Да, да, да И вот дискоммуникация Ну, это нормально тоже Такое Постоянно происходит Во всех отношениях Когда Ну Один человек не понимает другого И тут Ну, нужно потом объяснить Да, действительно Вот И попробуйте Не напирать С планированием Потому что я думаю Что как раз таки Это И Это напрягает Сковывает Да, его И как-то он начинает Чувствовать себя Некомфортно И поэтому он не говорит вам Сразу То, что думает Да, да Что он там на самом деле Не искал особо возможности Или еще что-то такое Причем вот Когда Один человек в паре Ну, напирает Ну, давай Ну, все А другой понимает Что Ну, что-то как-то Рановато Это не значит Что он Резко против Развития Это значит Что Он пока не готов Или Ну, причин Может быть много Но Совершенно не значит Что он прям Точно нет Ну, да Я согласна с тобой Ну, короче Как-то так Ну, да Ну, что Перейдем к нашей рубрике Это нормально? Да Напоминаю В этой рубрике Мы будем разбирать Разные ситуации Которые происходят В отношениях Многие из них Вдохновлены Письмами наших слушателей И наша цель Выяснить Почему нормально Когда периодически Между партнерами Что-то там Идет не так Ну, в принципе Что мы там Выясняем каждый день Да это наш хлеб Мы вообще подкаст Про это пишем Итак, тезис на сегодня Это нормально Иногда хотеть Побыть в одиночестве Ну, блин, да Супер нормально Но я помню момент Когда я этого не понимал Так, и как это было? Ну, вот Мои отношения С Викой Только-только начались Мы вот только-только Съехались По сути И она что-то, знаешь Устала на работе И что-то как-то там День не задался И что-то И я тут такой Чо, кого? Привет! Вот это вот самое Она такая Пошел ты! И она абсолютно спокойно Не, знаешь Не хавкая на меня Вот это вот Просто спокойно сказала У меня день тяжелый был Не воспринимая это лично Я хочу просто Побыть одна Отдохнуть Все супер Ты пупуська Я тебя люблю Все дела Вот, но Дай мне побыть Наедине с собой И я в этот момент Такой типа Ааа А ведь это нужно Причем и мне Это нужно было Всегда тоже Но я этого не понимал Я как будто Знаешь Как будто Это ненормальное Что-то было И я такой Так, подожди Почему это мне Не хочется Быть с ней Почему я хочу Побыть один Я что Плохой парень? Нет Не знаю У меня никогда Не было с этим проблем Я всегда спокойно Говорила Подожди Мне надо побыть Одной И дай мне Несколько минут Хотя бы Не знаю Что-то Ну типа Я устал Да, я посижу Спокойно Одна Для меня это Абсолютно нормальное Хотение И желание И никогда у меня Не возникало Проблем Чтобы это Озвучить И слава богу Мне никогда Не попадался Человек Который Типа А почему Это тебе Надо побыть Одной? Ты что Меня разлюбила? А че это? У нас проблемы В отношениях И начинается Блин И вот реально Мне никогда Не встречался Этот человек Поэтому я решила Что ну Знаешь Автоматически Все люди Понимают Да, понимают Что нужно Побыть В одиночестве Иногда Я сейчас Живу С парнем Но я привыкла Жить одна И мне Иногда Не хватает Вот этого Знаешь Одиночества Чуть-чуть Ну знаешь Когда ты такая Ходишь по квартире Делаешь Че хочешь Вот И Не то чтобы Я там страдаю От этого Но просто Я заметила разницу Вот че Когда ты В одиночестве Живешь И когда у тебя Есть еще кто-то Конечно Разница Очень-очень Ощутимая Нет такого Что знаешь Где-то лучше Где-то хуже Вот Одному жить хуже Знаешь Такое Какое-то Привычное Мнение есть Но нет Есть и там Свои плюсы И минусы Просто есть Разница Да Я ощутила разницу И Ну Меня Устраивали Оба варианта Действительно Ты правильно Горишь Где-то есть Свои плюсы Где-то Есть свои минусы И все такое Еще прикольный момент Что жилплощадь Как бы То есть Допустим Прикинь Ты хочешь побыть Один А вы живете Там в студии В квартире Это сложнее Ты просто уходишь По сути в другой угол Или не знаю В туалете Запираешься Лежишь просто в ванной Или в душевой кабине Стоишь Спрятался в шкафу Да Или у вас там Не знаю Квартира какая-нибудь Четырехкомнатная Например И у вас там Пространство Чтобы побыть Одному Потому что Просто буквально В комнате закрыться И быть один По поводу этого Я когда приезжаю В свою станицу Родную К своей маме Дом большой Такой Станичный Большой дом Мама там уже Одна И она привыкла Жить одна Ей ок Прям Очень даже И когда я приезжаю Ее это немножко Подбешивает Потому что Она привыкла И она говорит Ну хорошо Ладно С тобой Просто Ты сидишь Вот здесь На кухне Смотришь что-то В интернетах Я там В другой комнате В другом конце дома Вообще Мы не пересекаемся Даже не слышим Даже не слышим Друг друга И вечером Просто посидели Чаю попили И поболтали Удобно Очень удобно Да Когда жилплощадь Позволяет Но не всегда позволяет В общем Да Действительно нормально Но нужно Наверное Как-то партнеру Это объяснить Сказать Вот как мне Вика объяснила Очень нормально Спокойно Без каких-то Знаешь Резких выпадов И я понял Потому что до этого Я реально не понимал Я просто даже Не задумывался об этом И я понял И такой А о Слушайте А ведь действительно Кстати Эту просьбу Как-то правильно Экологично Поможет Донести Партнер Этого выпуска Это Игра Войди аккуратно Войди аккуратно Это карточная игра Для пар Разработанная Совместно С практикующими Семейными Психологами В основе сюжета Лежит теория Что для построения Гармоничных отношений В балансе Должны быть Три сферы Вашей жизни Эмоциональная связь Ответственность Друг перед другом Страсть И сексуальная жизнь Для того Чтобы прокачать себя В этих трех направлениях В игре Есть две колоды карт Которые состоят Из заданий И вопросов В каждой колоде По 90 карточек По 30 на каждую сферу Благодаря игре Можно научиться Слушать партнера Лучше узнать Друг друга Научиться Качественно Проводить время вместе Ну и конечно Вернуть Страсть Оуу Е А если вы думаете Что партнер Не захочет Участвовать в игре Можно воспользоваться Специальной памяткой Войди аккуратно В ней есть Сценарий того Как настроить партнера На совместное Время провождения Например Можно начать С конца разговора То есть С мысли о том Что ты хочешь получить От совместной игры А также Свести к минимуму Негативные слова Никаких Ты отдалилась Или ты слишком черствый Помните Что вы хотите Что вы хотите Все-таки Решить проблему А не разрушить Отношения Так что Если тебе необходимо Периодически Оставаться наедине С собой Но ты переживаешь Как объяснить Это своему партнеру Переходи по ссылке Заказывай игру И вместе с партнером Учись Понимать друг друга Кстати Прямо сейчас Войди аккуратно Можно купить С хорошей скидкой Ну что Следующее письмо Давай Привет, Саша и Даша Привет Слушаю ваш подкаст Уже два года Плюс-минус Но редко Решил написать История пойдет Еще с первого курса Мне было 16 Вот так Усаживаемся Удобнее, да Так Берем чаек Кофеек На учебе Была в другом городе С жильем Вопросов много С ним всегда Много вопросов Решили съехаться С одногруппницей С которой И по сей день Общаемся По итогу Началась бурная Студенческая жизнь Тусовки с парнями Конкретно с двумя Один из них Мне понравился Еще в первый раз Нашего сбора В который Собственно У нас и была близость Именно моя первая близость Поначалу Приняла это Как пьяную случайность Потому что Вне тусовки Именно с этим парнем Мы не общались После Началась проблема Того Что я начала Влюбляться Из-за регулярности Таких встреч Хоть и были Красные флажочки В итоге Со временем Общение Вроде пошло Но редкое Я убивалась Из-за этого На что не могли Смотреть друзья И конкретно Та подруга Из-за которой Мы начали общаться В одной из последних Наших тусовок Она Принудила Или принудила Как там правильно Ну короче Заставила Нас поговорить Я высказалась ему О своих чувствах А он отмолчался О своих чувствах Просто Отговариваясь Своими делами Учебой Армией И так далее Я долго Отходила от этого разговора Так как По факту Он мне ничего не дал Но суть была ясна Со мной просто Было классно спать Собственно О красных флажках Они выражались в том Что парень Параллельно писал Подругам Одной написал Напрямую Чего он от нее хочет Но его Послал ее На тот момент Молодой человек Второй оказалась Та подруга Через которую Мы познакомились На год Я про него забыла Ушел в армию И не вспоминала За это время Встретила человека С которым думала Свяжу свою жизнь Но и там не сложилось Это вам все еще 16 было Я не понимаю Очень плотный Первый курс Встречались 7 месяцев Из-за расстояния Пробыли вместе месяц Потому что приезжал На защиту диплома После ушел в армию И в один день позвонил И сказал Что нужно расстаться Переболела недолго Так как еще в отношениях Были проблемы Нехватка внимания И непонимания друг друга Решила пожить Собственную жизнь Как раз последний курс Мысли о дипломе Молодец То есть это уже Сколько там лет Ну 20 Ближе к 20 Да? Хорошо Просто я думала Реально все 16 Но временами Хотелось Общения И внимания В связи с этим Я решила Зарегистрироваться В бот Знакомств Сидела месяц Общалась И тут Тот самый парень Оценил мою анкету Естественно я заигнорила Чтобы не наступать На эти грабли Так А зачем тогда Вообще было это все Тот самый парень Тот самый Это который первый Не-не-не Я так понимаю Это вообще новый Так ладно Читаем дальше И разбираемся Ну вот на следующий месяц Я была уже в другой компании Выпивали Веселились Я решила Дать телефон Бот знакомств Другу Ну развлечься Посмеяться В какой-то момент Телефон попросил Друг Решил залезть в ВК Недолго думая Он решил Будет забавно Написать моему первому Друг начал переписку Классный прикол Я ее закончила Узнала С какой целью Лайкнул анкету Ответил Что этот друг Так развлекался Какая прелесть А все-таки Тот самый Это первый А что у вас за прикол Свой телефон давать Друзьям Чтобы они лайкали Ну анкеты Других людей Да Сильная шутеха Хотя А что я вот Выпендриваюсь Можно подумать Ты никогда Не листал мой тиндер Да пару раз листал Да на какой-то тусне Это было Следующий этап был Это личная встреча Под утро нового года 1 января Мы разговаривали И я сближалась С осторожностью Так как я поняла Что в нем что-то изменилось Но не могла понять что В итоге снова Встреча ради секса Но это не проходит так Что мы встретились Сделали дело И разбежались Нет Мы можем пить чай Долго разговаривать Даже бывало Что до самого утра Ишь ты подишь ты И в один момент Когда мне снова Скинула подруга Что он ей написал Моя реакция Это страх В перемешку Со злобой На нее и на себя А на него После анализа ситуации Поняла Что не имею Никакого права Иметь какие-то виды На человека Просто потому Что мы спим Если он хочет Найти другого партнера Пусть ищет Но этот укол Дал мне напомнить О том Что я испытала Этот парень Старше меня На два года Мой вопрос Будет банальным Что делать Беги подруга От него Беги подальше Он дурак Мне кажется Нам нужно добавить Вот в стандартный Список ответов Еще один ответ Блин Ты королева Недостоин Он недостоин Вообще Этот мудак Тебя Ты богиня Вот это все Ну честно говоря Вообще Идиотизм какой-то Полный происходит Ну да Как-то вот Очень непонятно Почему так Ладно Я понимаю Первый раз Почему так Ну значит Неопытность Первый секс У нее Случился с этим парнем И как-то там Что-то Непонятно Как себя вести Ну вот Все вот это вот Но спустя время Ну то есть Казалось бы Вы сделали выводы Что это он дурак Какой-то Ведет себя кончено По отношению к вам Да-да У него Вы причем Это с первых Каких-то Отношений С ним Этот красный флажок Подметили Что ну Он параллельно там Пишет всем остальным Девчонкам И ну Это же явный показатель Того что он Ничего кроме секса От вас не хочет Ну да И продолжает До сих пор же Это делать Получается Ну да-да Я вообще не понимаю Зачем вы пошли с ним Встречаться Первого января Или какого-либо Другого января Чтобы что И вы же сами видите Все пришло К тому же Ровно к тому же Результату Ничего не изменилось Да Не поменялись С тех пор вы Не поменялся С тех пор он Да И то что вы пьете чай Долго разговариваете Прежде чем лечь в постель Не показатель Вообще не показатель Вы что думаете Все остальные такие Пришли Типа Ну все Снимай трусы Все Без разговоров Да В принципе Так это наверное И происходит Я думаю Случай когда Просто снимай трусы Без разговоров Тоже происходит Больше исключения Наверное Ну я Честно говоря Не знаю Статистикой Такой не владею Так вот Вот эти разговоры По душам И все такое Ничего не говорит Факт остается фактом Встречаетесь Вы только Чтобы заняться сексом Относится он к вам Как-то очень Потребительски И все Да И вас это не устраивает Вам Вы видимо не тот человек Который может Ну легко Просто заниматься сексом С типочком Каким-то там Вам нужно еще что-то Вам нужны отношения Там и так далее И тому подобное Нужно принять Что вы вот такой человек И такого формата отношения Ну наверное не для вас Ну и честно говоря Вот эта фраза Ты верно подметил Что она на него Не разозлилась Она разозлилась На себя и на подругу А он Ну что Он Ничего Ну он Да Как-то вообще странненько Ну по идее Это нужно Как раз таки Разозлиться на него А не на подругу И на себя Это он подруге пишет Ну окей Хорошо На себя-то за что Что повелась В очередной раз А ну в этом плане Ну Вот И в целом Нет ничего плохого В сексе По дружбе Наверное Ну вот Когда это просто Отношения Тут даже дружбы-то нет Понимаешь Да Просто отношения Ради секса Обозначьте Поговорите Обозначьте хотя бы Ну типа Что у вас происходит Получается Она вроде как Надеется там Что-то это Он ей нравится Она хочет с ним отношений Ей больно От того что Этот Мудак Простите По-другому Не могу это назвать Пишет Там Девчонкам Ее же подругам Ну то есть Как будто бы Блин Ну пиши Хоть там Не знаю Кому-нибудь Другим девчонкам Ну не подруги Ну не подруги Ты же понимаешь Что Прям совсем Через черт Да Узнает Ну то есть Он как бы Прям даже и не парится Вот что Да ему пофигу Ему просто насрать Это блин Самое мерзкое В этой ситуации На мой взгляд Ну да Я считаю Что это просто Не нужно с ним Иметь никаких отношений Спать с ним Не нужно Нужно Дать отворот Поворот Потому что Важно уважать себя Да Нужно вынести Из отношений С этим человеком Уже наконец урок Потому что В первый раз Вы этот урок Не вынесли И вот он продолжается Что вот да Люди Да Попадаются Вот такие парни Которые Козлы И всякое такое Которое Только вот им Секс нужен И они будут там Параллельно всем девчонкам И твоим подругам Писать И всякое такое Красный-то флажок Замечен был Ну Нужно же что-то с этим делать С этой информацией Нужно как-то уже О, красный флажок Тогда все Пока Ну да Я бы просто послала его Да У вас там был с ним Первый раз Но честно говоря Вот романтичность Первого раза Мне кажется Преувеличена Как будто бы Как будто бы да Ну то есть Ну окей Все Ну было И что Ну ничего Иди занимайся своими делами Склей других девчонок Которые хотят Просто там Переспать и все А мне это не подходит Которых это устроит Да Которым тоже От него ничего Кроме секса И не надо Такие отношения Такие отношения Они ок Ну отношения Чисто ради секса Они ок Только тогда Когда Обоих это устраивает По обоюдному согласию Грубо говоря Они когда Один человек Такой Ну мне классно Я просто тут Потрахаться И пошел дальше Да И который будет Создавать иллюзию Каких-то там отношений Чего мы с тобой тут приехали Вот это самая Знаешь Такая лицемерная Штука Лицемерная Когда вот создается Иллюзия отношений Вот в этом все Ну давай на чистоту Ну это же не отношения Ни разум Ну да Вот Короче Если подытоживать Я бы просто Не общалась бы с ним Если не получается Не общаться В плане того Что одна какая-то Плюс-минус компания Да То просто бы Ну типа Привет пока все Да-да-да Минимизировать общение Вежливо холодно А если будет Там докалевываться А что ты со мной Так общаешься Писать там вот это все Я бы просто игнорила Ну я не хочу допустим Да можно просто Даже знаешь Привет что делаешь Привет спать ложусь Ничего Там что-то Какая-то тема Что-то вспомнил Знаешь там типа Крючочек для разговора И отвечать односложно Да нет не знаю И все Или типа Слушай я не хочу разговаривать И все Вот реально Типа я ложусь спать Я не хочу разговаривать Или там Я занята Потом когда-нибудь Давай там это Чувак Не обижайся Просто я знаю Что иногда такие люди Любят Ну типа А что такое А что случилось Ну объясни Что-то со мной Так стало холодно Общаться Они не понимают Почему их начинают Ну игнорить Почему с ними Обходятся вот так вот Да все они понимают Просто это Так но они пытаются же Видишь тебя Развести обратно Это маневр Да-да-да Это маневр Чтобы держать тебя Вот в этой френд-зоне На горизонте Френд-секс-зона Ну да Вот когда девушка Попадает во френд-зону К парню Это обычно просто отношения Ради секса Ну короче Да Я бы сказала Все я не в жопу Блин Я буду заниматься собой Искать Или там не искать Общаться с парнями Которые ценят меня тоже А не так Что слышь Ты сюда подошла Я сегодня Готов Одарить тебя своим вниманием Ну как-то Не очень Это красиво Конечно Короче Подруга Нам не нужны Такие отношения Вот Да-да-да Опять Ну пожалуйста Ну любите же себя Люди Вы че Да слушай Некоторые так себя любят Что вон Вот так себя ведут Как вот Нет Ну тут перебор явно Ну не любите вы себя Так Ну люди Ну что ж вы Просто нам-то пишут Обычно как раз Люди Которые К себе относятся Зачастую хуже К чем к окружающим людям К окружающим К окружающим И уж тем более Ко всяким мудакам Ну короче Да Да-да-да Вы поняли Вы достойны большего Отношения Ради секса Это не ваш формат Отношений нормальных Этот человек вам не даст Ищите другого Аминь Там Манечку Астю Послушайте Да-да Вот это вот все Устройте девчачью вечеринку Обосрите его там Вообще Мой любимый формат Ветеринок Вино Патчи Роллы Вот это все Роллы хочу Ладно Ну что На этом мы Завершаем наш подкаст Да С вами был Сашка И Дашка Все Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok